МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый имеет свою изюминку, считают начинающие художники, которые в эти выходные на выставке профиля Махачкалы собрали сотни людей. Зрелищный спорт с тысячелетней историей на новый лад. В Дербенте проходил чемпионат России по 3D-стрельбе из лука. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Буйнакска. В период с 7 по 10 июня в медицинские учреждения города за помощью обратились более 270 человек. У всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Госпитализировано более 30 человек, в том числе 21 ребенок. Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Пятеро дагестанцев, обвиняемые в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, предстанут перед судом в Армавире. Решение о переносе дела из Дагестана в Краснодарский край для большей объективности процесса, приняла Генпрокуратура России. Им грозит тюремный срок от 5 до 8 лет. Одного из задержанных также обвиняют в применении насилия к представителю власти. Уголовное дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета России по решению его главы Александра Бастрыкина. Отметим, что ранее было рассмотрено более 200 административных дел, среди которых около 100 человек арестованы на срок от 1 до 9 суток, а 94 получили штрафы. И к другим темам. Школьник из Дагестана Сиражудин Ахмедханов стал победителем конкурса «Юных чтецов. Живая классика». Суперфинал проходил на Красной площади Москвы. Из пяти финалистов россиян и пяти финалистов гостей из зарубежных стран звездное жюри выбрало трех абсолютных победителей, в числе которых наш юный и талантливый земляк. Напомним, что конкурс «Живая классика», организованный фондом конкурса «Юных чтецов» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации является самым крупным литературным состязанием на русском языке как в России, так и за рубежом. Каждый человек – неповторимая и уникальная личность. Эмоции, личные черты создают богатое многообразие в обществе. Тому свидетельствуют сотни портретов, которые в эти выходные написали начинающие дагестанские художники на выставке «Профили Махачкалы». Она проходит в эти дни на улице Буйнакского в столице. Продолжит тему мои коллеги. Любимая территория отдыха для махачкалинцев и гостей столицы – улица Буйнакского – в эти выходные превратилась в художественную мастерскую под открытым небом. 15 студентов училища имени Джимала развернули мольберта, чтобы рисовать профили людей. В первую очередь, естественно, это практика для молодых студентов, потому что одно дело рисовать как бы в кабинетах, в постановке, а другое дело – это наброски с натуры. Я просто по себе говорю, потому что я сам очень любил наброски, когда учился. И сейчас до сих пор их люблю. Ну, хочется именно рисовать реальных людей, а не с каких-то фотографий, либо еще откуда-то. Поговорить о красоте, индивидуальности человека, принятии себя вне всяких стандартов и шаблонов. Напомнить через искусство и портрету, что некрасивых людей не бывает. Каждый имеет свою изюминку. Это основная цель организаторов. И что удивительно, идея провести такое мероприятие принадлежит одной из республиканских клиник пластической хирургии. Профессия художников и профессия пластических хирургов, они пересекаются, имеют близкую связь, потому что и там, и там мы творим образы художники на бумаге, пластические хирурги в операционной. Идея плейнера, переходящего в выставку «Профили Махачкалы», поддержала администрация города и заслуженный художник Дагестана Наталья Савельева, чьи воспитанники добавили не только красок, но и приятных эмоций в атмосферу мероприятия. Елена обратилась ко мне с таким интересным предложением. И я подумала, что это прекрасный опыт для моих студентов в таком режиме, в стрессовом режиме порисовать. Это очень полезно для них, как для будущих художников, участвовать в таких мероприятиях. Более ста портретов людей, нарисованных в профиль, удалось собрать художникам в уникальную коллекцию. Полюбоваться ею и рассмотреть красоту каждой формы и линии запечатленных лиц могут все желающие. Выставка «Профили Махачкалы» продлится до 23 июня. На святые земли Мекки и Медины прибыл рейс с дагестанскими паломниками, чьи родственники-солдаты отдали свои жизни в зоне специальной военной операции на Украине. Такую возможность дала им благотворительная программа мецената Сулеймана Керимова. Всего более 200 паломников. Женщин в этой делегации сопровождает также мать героя России Сапержат Мазаева. Стоит отметить, сегодня из Дагестана вылетел последний рейс с паломниками. Из-за того, что списки все составляло, очень большая ответственность за каждую паломника, паломницу. Мне хотелось, чтобы они ощутили эти чувства. Особенно хочется, каждая мать нашла то терпение, то утешение здесь. Жена нашла успокоение, отец, брат, каждый, которые пришли, пусть найдут успокоение. И пусть Всевышний Аллах объединит нас всех в раю. Дай Бог здоровья Сулейману Абсаидовичу за его организацию. Пусть в тысячекратном размере ему воздастся. Приятно, что у нас Марва Тур вот так красиво нас встречает. Это праздник ощущается, чтобы каждый понимает, что ты не один. В этот раз я не думала, что слов будет недостаточно. На самом деле, когда Медина, она показала себя такой лучезарной. Мечеть пророка, саллила, поразила нас. Я много слышала об этом, но я не думала, что это настолько так все восхитительно. Самое главное, что сегодня очень актуально, это мир на земле. Мир на земле. Мусульманская умма, чтобы была свободна, чтобы не было притеснений, чтобы закончилась война на Украине, чтобы наши ребята не погибали. Чтобы все, которые без вести пропавшие, вернулись домой, иншалла, живыми. Чтобы обрадовали своих матерей, жен, сестер, и все, кто без вести пропали, чтобы вернулись. А те, кто ушли, ушли шахидами, иншалла, чтобы Всевышний обрадовал нас воссоединением в раю, иншалла. Общее количество мусульман из республики, которые отправились на святые земли в этом году, составило чуть более 10 тысяч человек. Всех их обслуживает компания Марва Тур. В Дагестане с 4 по 9 июня проходил чемпионат России по 3D стрельбе из лука. Древнейшая цитадель на рынке Алла приняла финальные этапы состязания. Ее участниками стали самые опытные и меткие лучники из разных уголков страны. Это кандидаты в мастера спорта, победители международных и всероссийских соревнований. Зрелищное событие объединило вокруг себя и немало зрителей. О том, как прошло мероприятие, расскажет моя коллега Салия Магомедова. За свою историю на рынке Алла была свидетельницей различных событий, но чемпионат России по 3D стрельбе из лука она видит впервые. Это состязание, в котором участники стреляют по макетам животных в натуральную величину. Мишени расставлены на различных дистанциях в условиях естественного ландшафта. Такой формат соревнований, по признанию его основателя, объединяет человека и природу. Это такая своеобразная охота, но охота без добычи. Трасса стоит в лесу, трасса стоит на горной местности, стрелки передвигаются по этой местности. Их задача определить дистанцию и попасть, точно попасть в мишень. Один из тех, кто увлекается данным видом спорта – Рамазан Амаров. Он стреляет из лука уже 8 лет. Чтобы попасть на этот чемпионат, дагестанец прошел сначала региональный отбор, затем квалификационные круги в Кайтакском районе. На все состязания Рамазан отправляется с единственным и незаменимым боевым товарищем. Это составной лук. Раздавились у нас 7 классов. Это один из традиционных, считается. Никаких сложных сооружений нет, как у блочного, как у Олимпика. Очень простой лук. И каждый, кто начинает, начинает практически с него. Всего же участниками соревнований стали 250 спортсменов из 30 субъектов страны. По итогам всех этапов покорить Дербенскую крепость приехали только 60 самых опытных и метких лучников. Среди них кандидаты в мастера спорта, чемпионы мира, победители международных и всероссийских состязаний. А соперников как вас есть? Я их всех знаю. Я уже стреляю не первый год. Я всех людей, те, которые стреляют со мной, всех знаю. Все подрастают, вопросов нет. Результаты растут из года в год. Все сложнее, сложнее с ними бороться. Мастерство и опыт, несомненно, важны. Но, как отмечают сами спортсмены, в таком деле не менее важно быть хорошим психологом. С этим согласны судьи и организаторы. Даже самые топовые стрелки. Здесь есть у нас чемпионы мира. Здесь у нас мастера спорта международного класса. Но, несмотря на это, у них могут быть ситуации, они могут волноваться. Тут уже психологическая подготовка идет. И насколько они будут подготовлены. Например, солнце может светить прямо в глаза и мешать стрельбе. То есть, насколько человек готов, насколько спортсмен закален, от этого еще зависит его результат. В целом, событие оказалось достаточно зрелищным. Гости республики, да и местные жители ненадолго забывали о туристических прогулках по крепости, чтобы понаблюдать за лучниками. Я даже не ожидал, что эта крепость такая большая. Здесь первый раз. Мне очень здесь все понравилось. Мы здесь семью, весь день уже проводим время. Пришли, уже заканчивались. Тут уже девушки выступили. Очень понравилось. Мне даже захотелось самому заняться таким видом спорта. А чем вас привлекает лучший спорт? Точностью. Узнал, что в Дербенте фестиваль. Решили подняться с детьми, посмотреть. Редко что-то такое интересное происходит. Победителей и призеров определили в личном и командном зачетах среди мужчин и женщин. Их наградили грамотами, медалями и денежными сертификатами. Успешно на соревнованиях выступили дагестанцы. В разных классах и дисциплинах отличились более 10 спортсменов, которые представляли нашу республику. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Дербент. Спортсмены из Махачкала и Кизляра стали лучшими на республиканском турнире по настольному теннису. Соревнования в Каспийске в 20-й раз посвятили памяти видного государственного деятеля Магомед Салиха Гусаева. В спор за награды вступали около 100 юношей и девушек из разных уголков Дагестана. Победителей мастера ракетки определяли не только в личном зачете, но и в парных разрядах. Основная борьба за победу развернулась между теннисистами из Махачкалы и Кизляра. На счету Хабиба Ахмедова и Сабины Абдурахмановой по два золота. А еще одну медаль высшей пробы они поделили, став первыми в смешанном парном разряде. Третьими в общем зачете стали представители Каспийска. В Махачкале подведены итоги студенческого кубка по мини-футболу, приуроченного ко Дню России. На поле вышли 17 команд. Это представители средних учебных заведений столицы. Играли по олимпийской системе на вылет. По итогам предварительных встреч в финале пробились команды медколледжа при ДГМУ и медколледже имени Башларова. Матч завершился победой первых. Бронза у колледжа гражданской обороны. Организатором турнира выступил отдел просвещения Махачкалы совместно с управлением спорта, туризма и работы с молодежью администрации города. Наша цель это конечно же объединение молодежи и чтобы братство между ними увеличивалось. И чтобы наша молодежь была крепкой. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин